Германияфтики к анализу политического контекста Вашингтоне Дмитрий Сидоров Вашингтоне Дмитрий Сидоров Вашингтоне Дмитрий Сидоров Россия и мир будут потрясены убийством Владимира Путина на выходе из Храма Христа Спасителя после полуночной мессы 7 января 2008 года Мои сограждане, начитавшиеся разных залихватских отечественных материалов, спросят Ну и что? А то, что политология в США не имеет ничего общего с нынешней российской политологией В США господствует достаточно жесткая жанровая регламентация Именно жанровая Политолог может рассматривать сценарии самого разного рода В том числе и такие, в которых находятся места теракта против главы государства Но жанровая регламентация не позволяет автору политологического прогноза говорить Будет упитан-то тогда-то Это может делать специалист другого профиля, имеющий оперативную информацию, или автор детектива Господин Качин списал не детектив, а фрагмент политологического доклада Ну и? В любом случае, уже через три дня после выдвижения, всего лишь выдвижения Где Медведева на роль главного кандидата в президенты от правящей элиты и партии Первый раз возникла, и вполне нешуточным образом, тема убийства Да, не Медведева, а Путина, суть от этого не меняется Выдвижение Медведевой сразу тема политического убийства А дальше тема стала тиражироваться То Медведева могут убить в Белграде То его должны убить копировцы Ах, нет, не копировцы, а удыговцы Обвиняемые в подготовке силы открещивались и говорили Да, убьют Но не мы, а наши конкуренты Вспоминается, как покойный Оквандришвили звонил журналистке Алл Кислинской и говорил Я чувствую, что с вами произойдет несчастье, но я в этом буду не виноват О чем уже сообщил на имя прокурора Краснопрясненского района Российским высшим должностным лицам сулят несчастье Значит ли это, что несчастья будут? Отнюдь нет Надо ли обращать на это внимание? Вроде бы и не надо, но Но все видели выход В. Путина и до Медведева К зрителям Р. Концерта на Красной площади в день выборов И все слышали, что после обращения к публике до Медведева В. Путин спросил собравшихся, дают ли они ему минуту И сказал, выборы президента Российской Федерации состоялись Для меня подтекст этой фразы был однозначен Выборы могли не состояться, но состоялись Ошибочно ли моя трактовка? 12 марта 2008 года директор ФСПН Патрушев на заседании Национального антитеррористического комитета Нак, заявил о том, что российским спецслужбам удалось благодаря полученной информации Предотвратить несколько терактов во время президентских выборов 2 марта Эти террористическо-диверсионные акты планировались бандитами для дестабилизации ситуации в стране 15 марта 2008 года на ленте .ру выходит сообщение со ссылкой на газету Двой день о конкретно предотвращенном покушении на высших должностных лиц 2 марта 2008 года Назван снайпер Приведена карта, выделен сектор обстрела Газета «Твой день» вполне желтый и может написать что угодно Но лента .ру не будет воспроизводить все что угодно А значит? А значит, смена лидерства в России происходила в тревожной обстановке Можно сказать беспрецедентно тревожной И это надо зафиксировать в качестве исходного пункта нашего анализа Тревожность это не пиар Март это уже после выборов Когда не нужен тревожный пиар Кроме того, в пиаре не участвуют лица ранга Патрушева или Путина К чему я так подробно все это излагаю? К тому, что в период, когда Дамедведев выступал на втором гражданском форуме и перед нижегородскими избирателями уже было понятно, что спокойствия нет как нет И никакой передышки не будет Что можно говорить о том, что она желательна? Но что желательность сама по себе, а реальность сама по себе? Я это не задним числом обнаруживаю Я уже в марте 2008 года сказал об этом во всеуслышание, ссылаясь именно на те факты, которые здесь привожу Смотри газеты завтра от 19 марта 2008 года Впрочем, дело совершенно не в том, что кто и когда сказал А в том, что факты, говорящие о нестабильности, были Они были известны всей политической лице страны и всему небезразличному к политике населением Факты эти говорили о том, что покой нам только снится Что на самом деле этого покоя этого уже нет и не будет Что можно желать себе спокойных десятилетий Но стоит ли? Часть 1